Формула успеха – это не гоночные соревнования и не научный исследовательский конкурс. Под таким названием в Славянском электротехнологическом техникуме на этой неделе впервые состоялся районный спортивно-творческий фестиваль. Игорь Резник, учащийся пятой школы, надеялся, что в рамках соревнований сможет посостязаться военизированные эстафеты. Ведь парень мечтает в будущем поступить в военное училище. И навык владения оружием ему бы пригодился. «Хотел в ВДВ попасть. Пока нужно добиваться своей цели, стремиться к ней и заниматься тем, что хочешь». Цель у этого фестиваля другая – вовлечь ребят в спорт и творчество. Также это мероприятие как один из способов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. «В состав команд входят ребята, которые состоят в органах системы профилактики на учете, на внутришкольном учете. Когда-то, оступившись, совершив правонарушение административное, ребята становятся на учет, но и в процессе работы, профилактической работы мы проводим различные мероприятия. Как таковым сегодня оно и является». Открыли фестиваль организаторы – отдел по делам несовершеннолетних, управление по делам молодежи, управление образованием, управление по физической культуре и спорту. В рамках мероприятия ребята проходили различные спортивные, творческие и интеллектуальные испытания. «Наша команда готовилась, она лучшая, мы победим. Спасибо организаторам за то, что проводят для нас такое мероприятие». В завершении фестиваля определили, чья же формула успеха лучше. По результатам победила команда Славянского электротехнологического техникума. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин